В зале представители крупнейших банков, работающих в городе-курорте, государственных фондов, управления архитектурой и имущественных отношений городской администрации. Цель мероприятия – собрать на одной площадке тех, от кого в той или иной степени зависит инвестиционный климат в Анапе. Здесь же можно получить информацию о субсидиях на компенсацию процентных ставок по кредитам, а также затрат на приобретение оборудования. Только из муниципального бюджета на эти цели ежегодно выделяется порядка 7 миллионов рублей. Эти деньги востребованы, а получить их вполне реально. Полностью иметь прозрачный бизнес, работать легально. Допустим, на ранней стадии необходимо составить бизнес-план. То есть для себя предприниматель должен определиться, каким видом бизнеса он должен заниматься. Это должен быть, естественно, производственный бизнес. И на приобретение оборудования мы выдаем субсидии оборудования и основных средств, которые в производственном процессе участвуют. Олег Ткачев пришел задать вопросы представителям пенсионного фонда. Прошлым летом он открыл семейный бизнес – мастерскую по производству эксклюзивных изделий из дерева. Клиенты – как частные лица, так и бизнес – отели, рестораны. На старте ему было необходимо приобрести станок для точной резки древесины. Он получил субсидию. Подтверждает, что технически это не было сложно. В городе Анапа бизнесом, на мой взгляд, заниматься комфортно. Почему? Потому что здесь за счет того, что можно настроить очень тесный контакт со всеми сферами. То есть и как с физическими лицами, так и с юридическими лицами. Соответственно, при работе очень удобно и всегда придут на помощь различные муниципальные структуры, как то, например, различные управления. Первые деньги на бизнес Олег получил по линии службы занятости. Это беспроцентное ссудо размером порядка 100 тысяч рублей. По сути, пособие по безработице за два года. Главное условие – в течение этого времени предприятие должно работать, иначе деньги потребуют вернуть. По такому пути сегодня идут многие, кто начинает бизнес. Предприниматели говорят, что не особо спешат в банк за деньгами. Процентные ставки ощутимо снизились. Однако за последние пару лет малый бизнес скорее привык рассчитывать на собственные силы, а также помощь государства.